В НАТО пообещали усилить активность в Черном море. В НАТО пообещали усилить активность в Черном море. 17.26 фото, страница Canadian Armed Forces Operations В. Твиттер НАТО, вошедшие для учений в Черное море. Фото, страница Canadian Armed Forces Operations В. Твиттер Корабли НАТО, вошедшие для учений в Черное море. Архивное фото Рим, 12 апреля. Новости, Сергей Старцев. Пакет по Черному морю приведет к еще большей активности блока в регионе, заявила заместитель Генсека Североатлантического альянса Роуз Геттимюллер итальянскому информагентству. Документ, принятый на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Вашингтоне, содержит практические меры по оказанию помощи Украине и Грузии. В частности, предусматриваются учения, обмен информацией и заходы в порты и акватории. Это прежде всего означает работу с данными странами по военно-морской подготовке и обучению береговой охраны, в сфере обмена информацией и проведения учений сил безопасности. На прошлой неделе вторая постоянная военно-морская группа НАТО, SNMG-2, была развернута в Черном море для учений как с Грузией, так и с Украиной, отметила Геттимюллер. Затронув тему отношений между НАТО и Россией, Геттимюллер указала, что Альянс проводит политику в отношении Москвы одновременно по двум направлениям, с одной стороны, сдерживание и защита, с другой диалог. 17.6. Канадский депутат пригрозил перебросить подлодки НАТО в Черное море. Она отметила, что за последние три года состоялись девять встреч в рамках Совета России и НАТО. Кроме того, генсек Альянса Йенс Сталтенберг встречается с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Каппаротти поддерживает контакты с начальником Генштаба Валерием Герасимовым. При этом Геттимюллер подчеркнула, что позиция НАТО по проблеме Крыма и Украины остается неизменной. После оккупации Крыма и дестабилизирующих действий России в Донбассе мы не можем вернуться к обычным отношениям, добавила она. 8 апреля, 8 часов. Мало не покажется, что Москва приготовила для кораблей НАТО в Черном море. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. Москва не раз выражала беспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. 13 мая 2018, 8 часов ударный аргумент. Как Черноморский флот стал силой, с которой считаются.